доброго времени суток всем дорогие друзья это fcdb и мы снова на связи сегодня мы приехали на этот замечательный полигон для того чтобы поговорить с одним очень интересным парнем да да многие о нем слышали но возможно кто-то еще не в курсе и так это сергей серг привет серёга привет серёга расскажи кто ты чем ты занимаешься тренер с госсостава fcdb окей это очень интересно слушай сколько тебе лет вот потому что многие люди задают вопросы многие люди спорят о твоем возрасте поэтому может быть ты раскроешь эту тайну для всех наших зрителей да мне 25 лет все говорят что я молода выгляжу но это не так расскажи вообще о своем опыте игры расскажи об опыте игры в кс гоу возможно были какие-то дисциплины возможно ты где-то профессионально раньше играл что у тебя происходило в жизни вот за эти 25 лет что ты получил такой опыт для того чтобы тренировать ребят все началось с того что как и любой игрок наверное я начал влюбляться компьютерными играми просто в то время то время прям интернет не был развит и поэтому мы в основном ошивались компьютерных клубов и пытались поиграть там мы все разные игрушки так я первый раз залез контру и у меня появилось вдохновение после этого первую команду мы примерно создали где-то в восьмом году в девятом с моими друзьями в принципе некоторые мало кто уже играет но как бы это был такой начальный этап моей карьеры и мы начинали развиваться в то время мне было наверное лет 16 мы были все все такого возраста просто люди на энтузиазме своем решили начать играть в эту игру то есть может 10 процентов из нас могли представить в то время что через там восемь лет у нас будут профессиональные организации в беларуси которые будут спонсировать командой у команд не будет никаких проблем там зарплатой люди получают зарплату официальную то есть помощь в всяких организационных моментах и так далее то есть людей могут освобождать от учебы из-за того что у них международные международные соревнования по киберспорту то есть в то время такое был нонсенс вообще ничего подобного не намечалось ну в принципе сейчас это очень развито и уровень чувствуется когда к тебе пришло понимание того что вот оно началось что пришла движуха и наконец-то можно действительно серьезно этим заняться и была ли у тебя команда какая-то на тот момент или тебе приходилось собирать кого-то что было вот в тот момент когда ты первый раз увидел возможно где-то в интернете от знакомых услышал до что разыгрываются там действительно серьезные деньги действительно в какой-то другой стране то есть вот расскажи об этом но первый раз это было достаточно давно я не знаю наверное года 2013 когда начиналось вот это зарождение csgo и пошли мажоры несравнимые конечно с кс ой с дотой по призовому фонду и так далее но импульс пошел в основном от wealth то есть они тоже начали развивать игру начались апдейты в основном там была проблема перехода с 1.6 на csgo увеличиваются призовые фонды и люди всегда будут хотеть денег правильно и в любом деле точно так же но все-таки у меня желание чтобы у обычных игроков контру так скажем на первом плане были не деньги а победы то есть у меня понимание такое что если мы начнем выигрывать то деньги сами потом придут и мы не должны гнаться за призовыми фондами там и так далее за бабками вот за идею мы должны играть то есть ты чувствовал уверенность в себе что у тебя получится и ты сможешь тренировать состав так как делаешь это сегодня конечно же нет я никогда не получал такой опыт и никогда этим не занимался поэтому для меня это было что-то типа черного ящика в которую я зайду и не знаю не было никакого плана на игру и не на что то есть в принципе я думал как это все сделать и так далее но из-за того что у меня раньше не было такого опыта я ничего не мог придумать расскажи про свою тренерскую работу чем ты конкретно занимаешься и в чем твой основная твоя задача в команде в основном я нахожу новые фишечки обсуждаем что было не так в какой-то ситуации когда у нас не пошла игра чтоб нужно сделать какие выводы нужно сделать чтобы следующий раз такого не произошло работаем над ошибками и в принципе нам не получается контроль этих ошибок то есть частая ситуация бывает когда мы обсудили договорились что такого больше не будет но потом ситуация повторяется снова и снова и людей нужно тоже контролировать ну и наконец мы добрались до того чтобы пострелять поэтому давай чётко да какой на твой взгляд более эффективный метод стрельбы очередью или зажимом или по одиночным оптимального режима нету как ты говоришь есть понимание того как ты должен стрелять в конкретную ситуацию то есть дистанция в игре бывает разное от дальних до коротких и средней дистанции и в зависимости от той дистанции на которой ты находишься ты должен стрелять определенным образом а как вы тренируете стрельбу вот если у вас отдельные занятия до условно как у боксеров да вот одно занятие силовая тренировка второе занятие там они работают с грушей а у вас есть ли такое что одну тренировку вы занимаетесь только своей стрельбой там не знаю следующую тренировку вы играете просто к в всегда всегда тренировочный процесс начинается с того что мы разыграем ся то есть без этого никуда в основном играя в counter strike ты должен попадать в голову то есть чем больше ты будешь попадать в голову тем меньше у соперника будет шансов что-то сделать правильно логика должен быть такая и стрельба у всех игроков должен быть на уровне это вообще без вопросов разыграем все мы всегда в начале тренировочного дня в принципе уделяя где-то час разыгровки стреляем ботов кто-то играет dm в принципе все индивидуально как кто захочет ну вот ты упомянул о том что стрельба это наверное самый важный аспект в кс-го да вот например если проводить параллели с той же дотой да есть разные позиции есть суппорты есть хардлайнеры есть кэри да кто-то там лучшие вот лучший исполнитель обычно идет на какой-нибудь мидлейн то есть он там может действительно много влиять на игру вывозить оттуда много и получать какие-то определенные бонусы для своей команды в кс и если например условно человек не слишком хорошо стреляет но он понимает прекрасно эту игру тактически может ли этот человек рассчитывает на то что он когда-либо попадет в команду без огромный огромных не знаю огромного времени тренировок конечно такой вариант возможен но мне кажется успеха такого от такого варианта не будет то есть человек должен и стрелять и понимать и в этом есть разница но отсутствие стрельбы не может быть вообще никак то есть человек может стрелять неудачно в каких-то моментах но стрелять должен отлить хорошо и провалу у всех случается по стрельбе то есть это тоже нужно понимать но без этого никуда это основа полагающий факт у каждого тренера свой подход и кто-то занимается больше психологическими моментами кто-то более игровыми чему ты уделяешь больше внимания я я уделяю в основном внимание игровым аспектам с психологией у людей может быть не очень ну в плане у любых людей может быть взлеты и падения да каждый их переживает по-своему и тут уже идет психологическая работа но у нас в принципе есть команде менеджер который уделяет в основном именно психологическим аспектам больше внимания и освобождает меня от этих от этой работы ну в принципе в начале я пытался что-то с этим делать но с этим есть свои сложности то есть каждому человеку свой подход у каждого человека своя голова на плечах и думает он по-разному и тут очень много сложностей как мне кажется с моей точки зрения все довольны у снг игроков есть такая проблема зачастую все имеют очень высокий уровень чсв ну большинство из них да и когда приходит новый человек в команду будь то тренер будь то другой игрок и высказывает свое мнение насчет той или иной стратегии или того или иного мува многие игроки просто не обращают на это внимание и возникает ссора расскажи как ты завоевал авторитет у своих ребят и почему они доверяют тебе ну можно начать с того что я никуда не напрашивался меня самого позвонили то есть насколько я понимаю игроки сами решили и на каком-то своем совещании решили что им нужен тренер и кого бы позвать и вылетела моя кандидатура то есть в принципе мне предложили я согласился и так все и началось то есть какой-то бы грант у меня был в авторитете были могу сразу сказать проблемы с некоторыми игроками потому что да прежде было общение с ними не очень я с ними никогда не общался и нужно было завоевывать авторитет в принципе я думаю у меня это получилось не знаю неплохо было бы их спросить но сейчас прям таких проблем нету в предложении чего-то то есть я предлагаю люди слушают могут свои плюсы минусы сказать что им не нравится что нравится и мы это все можем переобсудить в любой момент времени проблемы были раньше тупо из-за того что люди молчали и не говорили свои мысли что очень важно потому что тренер не может ставить игру людям которые не могут это исполнить то есть люди должны понимать что от них хочет тренер и если у них есть какие-то сомнения спрашивать хорошо а каковы твои взаимоотношения с капитаном с антоном боксом поначалу у нас я бы сказал было не все так гладко потому что всегда ну антон капитан и свою игру передавать ему достаточно и ему понять ее надо сначала потом понять как передать своим тиммейтом чтобы они это исполнили было достаточно сложно то есть и у нас сразу были провалы в начале не получалось много чего но со временем и вот сейчас к буткэмпу я могу сказать что в принципе мы понимаем друг друга и доверяем и как и в основном вся команда то есть проблем у меня с ребятами нету никаких какая сегодня команда на твой взгляд самая топовая вот кого можно выделить прямо из всех ну в каждой дисциплине есть однозначный фаворит на всех турнирах вот кто сегодня в профессиональном кс и какая команда сегодня занимает этот слот ну на данный момент тут астралис вообще без вопросов конечно к астралисам разные команды к топу астралис то есть астралис вообще фаворит топ 1 без без вопросов дальше за астралисами могут идти примерно есть пять команд которые в любой момент могут то есть нави мебры могут прийти и ликвиды могут прийти то есть любая команда может выиграть из них давай поговорим о влиянии игр жестоких игр или не очень жестоких игр на психологию детей подростков и вообще людей в общем то что ты думаешь об этом действительно ли игры оказывают серьезное влияние на их психологическое состояние на появление агрессии или это все раздуто и притянуто за уши у детей всегда есть родители и родители должны быть ответственны за воспитание ребенка если было хорошее воспитание у детей все отлично в семье то никакие игры им не сломают психику то есть у меня только такое мнение я не вижу никаких проблем играть в какие-то игры ну типа да есть ограничение 18 плюс это понятно по каким причинам но я играл в игры будучи десятилетним маленьким ребеночком в игры которые были 16 плюс и как видишь у меня все нормально в психике у меня все нормально было в семье меня хорошо воспитали то есть вот так спасибо большое серж что нашел время для того чтобы с нами пообщаться мы прощаемся с тобой не за что а также прощаемся с нашими зрителями подписывайтесь на канал ставьте палец вверх до новых встреч до новых встреч